Добрый день, дорогие мои подписчики! С вами снова, как обычно, Михаил Игуренков. Рад приветствовать вас на этом канале. В общем, я опять же напоминаю, что в последнее время уже как бы стараюсь возвращать формат YouTube-подкастов, стараюсь давать больше контента, уделять внимание не только UFC, но и каким-то второсортным турнирам, плюс не только MMA, но и другим каким-то направлениям. Те, кто следили за самодеятельностью, не знают, что я уделял раньше внимания BKFC, больше, соответственно, акцент делал там куда-нибудь в сторону Glory, вот. Ну и, в общем, вот в таком все формате. Я сегодня с утра проснулся, посмотрел на линию, увидел, что в UFC, в принципе, там начала открываться роспись более широкая, там на том же самом паре-бете, на полкарду уже раскидали, ну и, конечно, краем глаза пробежался по другим турникам, которые в линии появились. Какие-нибудь там Muay Thai, 1FC-шные, это, понятное дело, вообще отдельная история, они не интересны, особенно без тоталов вообще. Ну, Russian MMA это отдельная история, особенно там третий-сортный, всякие там Артема Тарасова на MMA Series, они нахер мне не нужны. А вот на BKFC, с учетом того, что здесь очень много всяких, опять-таки, выходцев из MMA, плюс многих бойцов я и так видел по правилам кулачки, плюс контент легко можно посмотреть на YouTube, какие-то бои пересмотреть там, да, чтобы что-то проанализировать. Так что, конечно, BKFC здесь в этом плане намного интереснее. План следующий. Я сейчас дам прогноз на мейн-ивент этого турнира, конкретно поединок Ади Альвареса против Майка Перри. Вот. И также я разобрал весь оставшийся карт. Но, опять же, не буду кривить душой, некоторые поединки не разбирал вообще, они не интересны. Но дополнительно еще три ставки я запулил в подкаст для клиентов. Как получить доступ к этому подкасту? Во-первых, он есть в закрытом чате в Телеграме, вот. А во-вторых, я решил поступить следующим образом. Есть люди, которые не лезут в Телегу, им это не надо, какие-то переводы куда-то туда, что-то писают, что-то спрашивают. Я, короче, решил запустить Boosty. Ссылка будет в описании, в закрепленном комментарии. На Boosty будет публиковаться весь платный контент именно в плане подкастов. Понятное дело, что в закрытом чате в Телеге там лайв, там могут быть просто какие-то ставки в плане меток. Хотя эти метки там на второсорты, на все остальное, я даже могу и на Boosty кидать, там же изображение можно тоже загружать. Ну, в общем, суть простая. Если вам интересны именно мои платные разборы, которые я даю там на второсортные турниры, на разбор всего карда, UFC и все остальное, если вам интересен формат подкастов, вам уже даже не надо будет мне писать личку, потому что часто в комментариях пишут. Ну, как не часто, время от времени пишут. А как получить? А куда писать? А что делать? Вот ссылка на Boosty, вам даже мне лично ничего переводить не надо, просто через платформу, соответственно, закинули, как там это делается. И спокойно себе смотрите. Вот. Опять же, закрытый чат в Телеграме, он как был, так и есть, так и остается. Весь контент туда тоже запиливаться будет, закидываться. С этим никаких проблем нет. Но, в общем, сейчас буду прокачивать Boosty. Мне кажется, так будет проще. Без дополнительных каких-то проблем. Кому надо, тот закинул и так далее. Над ценой и условиями я подумаю. И там, в любом случае, вы зайдя на Boosty, вы там все увидите. Какие есть варианты. Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к анализу. В общем, Эдди Альварес против Майка Перри. Напомню, что Майк Перри, в принципе, уже достаточно давно обосновался в Бернакл Файтинг Чемпионшип, после того, как закончил свою карьеру в UFC. Провел на данный момент уже три поединка. Во всех трех одержал победы. Причем, в принципе, все три оппонента были такие с именами. Джулиан Лейн, понятное дело, фрик ММА, но все-таки такой плюс-минус известный. Победа мажорити десижена против Майкла Пейджера такая получилась достаточно знаковая. Ну, и Лёг Крокволд, получив по зубам, вынужден был отказаться продолжать поединок во втором раунде. Ну, вот, может показаться, что, в принципе, Майк Перри таким является чуть ли там не проспектом в мире кулачки. Но, по факту, проблем дохуища. Филигранным каким-то боксером, ударником он не является. Даже в формате БКФС пять раундов по две минуты он начинает проседать по кардио где-то в середине боя. Ну, вот, нивелирует, соответственно, недостаток техники, там, габаритов и все остальное попытками зайти в клинч, там, да, и оттуда пытаться что-то наваливать. Причем, проблемы даже в этом аспекте испытал в поединке с тем же самым Джулианом Лейном, любителем зарубиться, да. Да и с Майклом Пейджем он его ебучку свою подпросрал, там, ходился пухшей щекой. Короче, пропускает. Не очень быстр, не очень хорош на ногах. Но, опять же, с учетом того, что это кулачка, вот, и супер нежные бойцы, такие как там Пейдж или Укрокл, не очень хорошо себя чувствуют именно в таких форматах. Ему удается пока более или менее побеждать. На его фоне Эдди Альварес, конечно же, выходит фаворитом, потому что, как бы, именитый боец, там, тра-та-та, последний свой бой тоже победил, Чадо Мендо с раздельным решением. Но, опять же, у Эдди Альвареса тоже наблюдается некоторая проблема. Объясню, почему. Касаясь карьеры Эдди Альвареса, я уже неоднократно отмечал, что если бы в определенный момент своей карьеры, много-много лет назад, он сделал бы выбор в пользу весовой категории до 66 килограммов, то со своими габаритами и, ну, правильным подходом к тренировке, к подготовке, к диете, там, и так далее, он бы мог бы спокойно себя в этой весовой категории чувствовать. Но я напомню, что весовая категория до 66 не всегда была на топ-уровне, вот, и тот же самый, например, Фрэнк Эдгар в свое время выступал в легкой весовой категории вынужденно, потому что это была минимальная весовая категория в UFC, представьте себе, вот. А 66 появилась только тогда, когда выкупили World Extreme Cage Fighting вместе с дивизионом до 66, и Жезалда в статус чемпиона век перешел в UFC. Вот тогда 66 появилась, а потом 61, 57, там, и так далее. Вот. Ну, в общем, суть такая, что он заточился в легкую весовую, в этой категории плюс-минус себя адекватно чувствовал, ну, вот, но, тем не менее, и там испытывал проблемы против филигранных ударников, таких как Конор Макгрегор, там, там, Дастин Борей и все остальное. В определенный момент своей карьеры после поражения Дастин Борей решил сменить организацию, пошел в анчемпионшип, а там, с учетом весогонок, с учетом вот этой регидрации и всего остального, ему, по сути, пришлось подняться на весовой категории выше, то бишь, драться в 77. И вот тут всплывает, соответственно, проблема. Эдди Альваресу очень неуприятно и неудобно драться против ребят, которые превосходят его по габаритам. Тимофей Настюхин его нокнул в первом раунде, Эдуард Флэнк отбил ему ногу нахуй, и проиграл этот бой, потому что сам полез к нему в партер, дебил. Ну, с Лапикусом там все понятно, Райан Кук ок просто отпиздил его в салат, вот. И, в общем-то, у Эдди Альвареса спеси подубавилось, вот. И с тем же самым Чадо Мендесом в БКФС он продемонстрировал, что он не хочет рубиться, он избегает любых разменов. И, как бы, Чадо Мендес, этот каратыш его, по сути, гонял, да, по рингу. Ну, вот, а, ну, Эдди Альварес, обладая преимуществом в габаритах там, да, и так далее, разумахи рук на Чадо Мендесом, просто его перебоксировал на очки, по сути, да. Вот, и по факту, то есть, как бы, он избегал любых, опять же, опасных моментов. Победил решением, причем раздельным решением, да, 5 раундов по 2 минуты. В данной ситуации, как я это понимаю, Эдди Альварес, выходя против Майка Перри, понимая, что тот опасен, особенно в первые минуты и все остальное, будет избегать конфронтации, будет в моментах, даже я уверен, убегать от него, вот. Будет стараться избегать клинча, там, просто будет стараться играть какой-то перетык. Майк Перри, соответственно, там, будет пытаться за ним бегать, достаточно быстро устанет, и потом сначала он будет не мочь, а потом уже и не хотеть, потому что, знаете, пешком за Альваресом не убежишь. И, опять же, нас с большой долей вероятности ожидает победа какая-нибудь, типа, Эдди Альвареса решением, каким-то Боссеном, либо сплетуха в сторону Майка Перри, это уже не важно. Важно то, что здесь поединок будет на ТБ. И тот же самый, например, там, по ребет-фон-бет, на ТБ 3,5 предлагает 1,8. Вот, как по мне, это достойный коэффициент. Вот, не вижу я здесь какой-то супер-мега-досрочки. Я ожидал победу, там, какую-то досрочную Майка Перри, там, например, в поединке с Майклом Пейджем. Вот, там, в обе стороны, там, и так далее. Но я достаточно быстро понял, что бойцы, на самом деле, в БКФС, которые, там, ну, хотя бы собираются выступать какое-то время, там, да, более или менее адекватно, они тоже свои руки берегут. И лишний раз, как бы, да, в черепушку стараются не засаживать. Угаров, на самом деле, выкидывают не так много. Вот, времени в раунде, опять же, не так много. То есть, это пора в рамках ММА. Три раунда по пять минут, бля, пятнашка, пиздец. А тут, чё? Раунды по две минуты с перерывами. Там, господи, морднуть не успеешь, пасать отошел, всё, уже бой закончился. Поэтому, просто ТБшка, вот мой прогноз. Вот. Если вас, опять же, ещё раз напоминаю, интересуют дополнительные ставки на это в этом карде, они и будут в закрытом чате в Телеграме. Для этого, для того, чтобы понять, как попасть, закрытый чат, Телеграм, чем разница между Телеграмом и Бусти, там, пишите ВКонтакте, в Телеграме, там, мне. Я вам объясню, расскажу. Ссылки в описании. Если вы не хотите заморачиваться, просто хотите посмотреть подкаст с моими разборами, просто заходите на Бусти, покупайте подписку. И будет вам счастье. Вот такие вот расклады. Всем всего хорошего. Ну, а на UFC дополнительные ставки, там, всё остальное будет после процедуры официального взвешивания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok